Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы познакомим вас с нашей работой с данными по углю. В вводной части мы рассмотрим роль угля в структуре энергетики и почему уголь важен. Диаграмма слева. Уголь не собирается уходить из мировой энергетики. В 2015 году он занимал второе место среди источников первичной энергии. Мир по-прежнему зависит от угля, и особенно это касается быстро развивающихся индустриальных стран Азии, где уголь является важным источником энергии, от которого зависит экономический рост. Доля угля в мировом предложении первичной энергии в 2015 году составляла около 28%. Диаграмма в центре. Уголь является одним из наиболее грязных способов производства электроэнергии, и некоторые регионы в последнее время прилагают много усилий, чтобы постепенно отказаться от его использования. В то же время противовес этим усилиям происходит индустриализация в других частях мира. Уголь обеспечивает стабильное и дешевое производство электроэнергии во всем мире. В 2015 году он был основным источником электрогенерации с мировой долей в 39%. Диаграмма справа. Очень важно признать значимость угля для ключевых экономик мира. Выдающимся примером, который иллюстрирует роль угля в развитии экономики, является Китай. Уголь глубоко интегрирован в экономику страны. На сегодняшний день Китай – крупнейший потребитель и производитель угля в мире. С 2000 года сильно изменилась структура энергетики Индии. Благодаря индустриализации и стараниям обеспечить надежные, достаточные и доступные поставки электроэнергии, уголь стал ключевым источником ее производства. Уголь играет важную роль по многим направлениям. Мы уже говорили, что уголь – надежный и доступный источник энергии для многих стран. Из него производится около 40% мировой электроэнергии. В Китае доля угля в производстве электрической и тепловой энергии составляет 73%, а в Индии – 75%. Помимо электрогенерации, уголь по всему миру используют и для других целей, самыми важными из которых являются производство стали и цемента. Отчего так? Почему уголь так широко используется во всем мире? Он дешевый. Его легко добывать, перевозить и сжигать. Уголь в изобилии. Его доказанные запасы составляют около 1 триллиона тонн, а месторождения распространены по всему миру. Именно по этим причинам около 28% общего предложения первичной энергии в 2015 году приходилось на уголь. Однако использование угля чревато экологическими проблемами, поскольку он является главным источником выбросов СО2 среди энергетических продуктов, а при его сжигании загрязняется воздух. При этом существует потенциал для развития и внедрения чистых технологий использования угля, таких как улавливание и хранение углерода. А сейчас я хочу дать вам основную статистическую информацию о текущих рыночных тенденциях в мировом угольном секторе, в том числе предварительные данные за 2016 год. В мировом масштабе производство угля в 2016 году сократилось примерно на 458 миллионов тонн, что является крупнейшим спадом в абсолютном выражении с 1971 года. Оно было обусловлено рядом факторов, наиболее важным из которых было введение квот на количество рабочих дней на шахтах в Китайской Народной Республике. В 2016 году сократилось производство всех видов угля, а именно энергетического угля, коксующегося угля и лигнита. Международная торговля углем, напротив, в 2016 году выросла. Импорт увеличился на 1,5%. Китайская Народная Республика нарастила импорт на 25% по сравнению с показателем 2015 года, а в Индии импорт снизился на 7,2%. Несмотря на сокращение индийского импорта, КНР и Индия были двумя крупнейшими производителями и импортерами угля в 2016 году. В Индии потребление угля в 2016 году увеличилось на 2,1%, продолжив таким образом 18-летний период непрерывного роста, в то время как потребление в КНР снизилось на 1,8%, а в Соединенных Штатах Америки на 7,8%. Наши последние статистические данные по углю свидетельствуют о том, что на Китае все еще приходится половина мирового потребления угля, несмотря на стабилизацию последних лет. Представленная на предыдущих слайдах информация основана на собранных нами данных по углю. Чтобы осуществить такой сбор данных, важно знать различные виды и классификации угля и понимать основные концепции, которые мы рассмотрим далее. Существует много видов угля, и в первую очередь нам необходимо понять разницу между первичными углями и производными продуктами, полученными в результате процессов преобразования угля. Первичные угли. Это ископаемое топливо, обычно имеющее вид черной или бурой породы, состоящей из карбонизированного растительного материала. В эту категорию мы включаем антрацит, коксующийся уголь, другой бетуминозный уголь, полубетуминозный уголь, лигнит, торф и нефтяной сланец. Производные виды топлива. Включают в себя как твердые, так и газообразные продукты, получаемые при переработке и в процессе преобразования угля. Ко вторичным или производным продуктам относятся каменно-угольные брикеты. Брикетированный бурый уголь. Доменный кокс. Каменно-угольная смола и торфопродукты. А также искусственные горючие газы. Первичные угли можно разделить на разные виды в зависимости от физических и химических характеристик. Эти характеристики определяют цену угля и его пригодность для различных видов использования. Чем выше содержание углерода, тем выше качество угля. Более ценные виды угля обладают низким содержанием влаги и летучих веществ. Лучше коксуются и поэтому стоят дороже. Каменным называют уголь с высшей теплотворной способностью более 23 865 кДж на килограмм. К этому виду относятся антрацит, коксующийся уголь и прочие бетуминозные угли. Бурым углем называют уголь с высшей теплотворной способностью ниже 17 435 кДж на килограмм. Существуют разные способы классификации угля и поэтому часто возникает путаница с видами первичного угля. Особенно это касается лигнита – бурого и полубетуминозного угля. Категория полубетуминозного угля частично пересекается с категориями каменного и бурого угля. В целом полубетуминозный уголь с энергосодержанием свыше 18 600 кДж на килограмм можно считать каменным углем, а уголь с более низким энергосодержанием относят к категории бурого угля. Однако уголь классифицируют не только по его физическим свойствам, но и по видам использования. В этой классификации коксующийся уголь также называют металлургическим, поскольку его можно использовать для производства стали. Коксующийся уголь главным образом сжигается в печах. Энергетический уголь, который также называют термическим, подходит для производства электроэнергии. К этой категории относятся антрацит, прочие бетуминозные угли и полубетуминозный уголь. Лигнит обычно в эту классификацию не включают. Мы с вами познакомились с разными видами угля и их классификацией. А теперь, чтобы иметь четкое представление, как устроен рынок угля, от добычи до потребления, рассмотрим упрощенную блок-схему цепочки поставок. Основными элементами со стороны поставок являются производство, торговля и запасы. Производство. Основная часть первичного угля добывается либо из подземных шахт, либо из поверхностных угольных разрезов. Часть производства также приходится на получение угля из отвалов породы и других источников. Говоря о торговле, следует понимать, что уголь – это продукт, который легко перевозить на большие расстояния кораблями или поездами. Учитывая значительные объемы торговли углем, на уровне страны важно знать не только количество импортируемого или экспортируемого угля, но и место его происхождения или назначения. Что касается запасов, директивным органам и аналитикам рынка важно получать своевременные, подробные и точные данные об изменениях запасов угля. Потребление угля происходит в нескольких секторах. В секторе преобразования. В энергетике в рамках энергетического сектора. В разных секторах конечного потребления. Промышленном, жилищном и других. Включая энергетическое и неэнергетическое использование этого топлива. Давайте рассмотрим подробнее секторы преобразования и энергетический. Существует множество установок, на которых уголь преобразовывают и получают другие энергетические продукты. Среди них назовем следующие. Электростанции и отопительные котельные, где уголь, например, антрацит или прочие бетаминозные угли, преобразовываются в электричество, тепло или то и другое вместе. Коксовые печи, основным сырьем которых является коксующийся уголь, который преобразовывается в доменный кокс и другие побочные продукты, такие как коксовый газ и каменноугольная смола. Доменные печи. Здесь доменный кокс, полученный в коксовых печах, может использоваться в качестве вспомогательного продукта для производства стали. В этом процессе в качестве вторичного продукта получаются искусственные горючие газы из угля. Газоснабжающие предприятия. Это предприятия, основной задачей которых является производство, транспортировка и распределение газа. На них производят заводской газ. И, наконец, заводы по зажижению угля, где уголь преобразуется в жидкие углеводороды. Значительная часть угля преобразуется в те или иные продукты. Мы обсудили процессы преобразования, а теперь рассмотрим пример работы коксовой печи. В коксовой печи, по сути, происходит процесс карбонизации, когда уголь нагревается при высоких температурах без доступа кислорода. В кокс можно преобразовать лишь некоторые виды угля, такие как коксующийся уголь, которые являются сырьем в показанном на иллюстрации процессе преобразования. Коксующийся уголь трансформируется в другой угольный продукт, который называется доменный кокс. Во время этого процесса выделяются также некоторые побочные продукты, такие как коксовый газ и каменноугольная смола. Топливо, которое преобразовывается в другую форму энергии, всегда следует указывать в секторе преобразования. Теперь представим, что часть высвободившегося газа сжигается для нагревания коксовой печи. В этом случае топливо, которое используется для поддержания деятельности энергетического сектора, следует относить к категории собственного использования в энергетической отрасли. Сбор данных для стран-членов ОСР отличается от сбора данных для стран, которые не являются членами ОСР. Государственные учреждения стран-членов ОСР подают данные в МЭА, заполняя совместные вопросники МЭА, Евростата и Европейской экономической комиссии ООН. Членство в ОСР обязывает эти страны подавать свои данные в Международное энергетическое агентство. Страны, которые не являются членами ОСР, формально не обязаны подавать данные и в большинстве случаев делают это на основании меморандума о взаимопонимании. Кроме того, МЭА получает данные от угледобывающих компаний и из соответствующих информационных публикаций. Вопросник по углю охватывает все виды твердого ископаемого топлива и искусственные горючие газы. Он состоит из четырех таблиц и включает 17 продуктов, 7 из которых первичные, а 10 – производные. Самая главная таблица вопросника – первая, где указываются все потоки поставок и потребления. Она тесно связана с таблицей 4, куда вносятся все значения теплотворной способности для показателей из таблицы 1. В таблицах 2 и 3 указываются страны происхождения импорта и назначения экспорта. На этом слайде схематически изображены взаимосвязи между таблицами и вопросниками. Очень важно правильно подсчитать суммарные значения для указываемых в каждой таблице данных и чтобы эти суммарные значения в разных таблицах сходились между собой. Например, в опроснике по углю суммарное значение импорта, указываемое в таблице 2, которое представляет собой сумму значений для всех стран происхождения, должно совпадать с указанным в таблице 1 общим значением импорта для каждого из продуктов. То же самое относится и к экспорту. Логическая связь существует не только между разными таблицами этого вопросника, но и между разными вопросниками. Например, если определенное количество угля потребляется для производства электрической энергии, это следует указать в обоих соответствующих вопросниках по углю и по электроэнергии, и цифры должны совпадать. Теперь давайте рассмотрим каждую из таблиц детальнее. Как упоминалось ранее, в таблицу 1 следует носить все потоки со стороны поставок и со стороны потребления. Сейчас я покажу вам пример, как указывать данные по углю в этой таблице. Представим, что в нашей стране было произведено 78 тысяч тонн антрацита, 2096 тысяч тонн лигнита было использовано на электростанциях для производства электроэнергии, и 100 тысяч тонн доменного кокса было потреблено для производства стали. Как видите, мы имеем три разных элемента. Количество, продукт и поток. Чтобы отразить эти данные, мы находим среди строк таблицы соответствующий поток. Среди столбцов – нужный продукт, и указываем количество в соответствующей ячейке. Слайд 17. В таблицах 2 и 3 указывается импорт угля по стране первичного происхождения, то есть по стране, в которой он был добыт, для использования внутри страны, и экспорт произведенного угля в страну конечного потребления. Причина, по которой мы собираем данные об импорте по странам происхождения, а данные об экспорте по странам назначения, заключается в том, что качество угля и продуктов из него может отличаться в зависимости от страны, региона или конкретной шахты, а качество угля измеряется на основе его энергосодержания или теплотворной способности. Применяя ту же логику, что и в случае с первой таблицей, если мы хотим отразить 10 тысяч тонн угля, который был импортирован из Албании, нам нужно будет указать его количество в столбце соответствующего продукта и поток. Поскольку значения теплотворной способности для разных потоков могут различаться, нам нужно собрать ее значения для всех потоков. В этом и есть цель таблицы 4. Также важно, чтобы эти значения теплотворной способности были должным образом уравновешены, иначе при пересчете в единице энергии проявится статистическое расхождение. Иными словами, кроме физических объемов, указываемых со стороны поставок и потребления, которые должны соответствовать друг другу, должно соответствовать также и энергосодержание. Чтобы этого добиться, указываемая теплотворная способность должна давать одинаковое энергосодержание для обеих сторон. Опять-таки, в нашей таблице 4 необходимо найти нужный продукт, поток, теплотворную способность и внести ее. После того, как при помощи различных таблиц данные собраны, они должны пройти контроль качества, который предусматривает следующие виды проверок. Арифметические проверки. Необходимо сверить суммы, итоговые значения, знаки плюс и минус, а также проверить согласованность таблиц внутри вопросника и с другими вопросниками. Также проводятся статистические проверки, в которых особое внимание следует уделять статистическому расхождению и согласованности временных рядов. Проводя физические проверки, следует обратить внимание на правильные значения теплотворной способности, сравнить значения в физических и энергетических единицах и сверить КПД процессов преобразования. И, наконец, мы также сверяем данные с вторичными источниками и убеждаемся, что данные полные и отражают правильную картину. Как мы увидели, сбор и проверка данных — это непростое дело, но оно крайне важное для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. Затраты. Сбор каких-либо статистических данных требует затрат. Следует найти баланс между эффективным использованием ресурсов и сбором необходимых данных. Какие именно данные необходимы, зависит от потребностей пользователей данных. Но не все потребности возможно удовлетворить. Важно следить за изменениями в секторе энергетики и ограничивать набор собираемых данных наиболее важными направлениями. Следует помнить, что низкое качество данных может в итоге привести к намного более существенным затратам, чем затраты на сбор информации и связанную с ним работу. Трудности. Учитывая роль и важное значение энергетики в мировом развитии, можно было бы предположить, что основная информация в области энергетики является легко доступной и надежной. Это не всегда так, и снижение качества энергетической статистики обусловлено несколькими причинами. Например, либерализация энергетических рынков оказала на статистику двойное воздействие. Во-первых, раньше мы могли взять подробные данные у единственного в стране коммунального предприятия. А сегодня, чтобы получить всеобъемлющую картину отрасли, приходится рассылать сотни вопросников разным компаниям. Во-вторых, рыночная конкуренция зачастую приводит к тому, что часть данных считается конфиденциальными, и это усложняет сбор основных сведений. Помимо всего этого, существует проблема недостатка ресурсов и высокой текучести кадров. Цель системы сбора данных – иметь детальные и надежные данные о разных составляющих цепочки производства и потребления. Чтобы содействовать выполнению этой задачи, нам необходимы правовая база, надлежащий механизм отчетности, вопросники, максимально удобные для пользователя, сеть контактов, согласованный график, надлежащий механизм распространения данных. Необходимо выделять соответствующие ресурсы на сбор и обработку данных. Нам также следует пересмотреть методологию и процессы, чтобы предвидеть изменения в энергетической ситуации и адаптироваться к ним. А теперь рассмотрим каждый метод сбора данных с простыми примерами. Обследование. Страны могут вести сбор данных непосредственно у поставщиков или конечных потребителей энергии. Например, Министерство энергетики или Статистическое управление страны может попросить поставщиков электроэнергии заполнять вопросники и предоставлять информацию о количестве произведенной или поставленной ими электроэнергии. Такие обследования дают странам возможность собирать относительно точные данные, но иногда этот способ может оказаться слишком затратным. Административные данные. В таком случае нашим вторым выбором могут стать административные данные. Административные данные – это данные, которые собирают в административных целях. Ими может владеть государственное ведомство, государственное или частное предприятие, и они могут уменьшить количество необходимых обследований. Однако возможность получить эти данные зависит от третьих лиц. Поэтому требуется сотрудничество между директивными органами, администрациями и статистиками. Прямые измерения. Некоторые переменные лучше измерять, а не получать в рамках опросов. Например, данные о потреблении энергии, собираемые при помощи интеллектуальных счетчиков, могут дать нам очень оперативную информацию. Оценивание и моделирование. И, наконец, если данных нет, можно сделать их приблизительную оценку. Например, если объем производства доменного газа в стране неизвестен, его можно приблизительно оценить на основе производства свинца, так как эти два значения очень тесно связаны между собой. Наш вебинар подходит к концу. Мы обсудили ситуацию на современном мировом рынке угля, поговорили о сборе данных по углю и об их проверке, а в заключении скажем несколько слов о том, как применяются собранные сведения. Собираемые Международным энергетическим агентством данные используются для различных целей. Change slide. Помимо МЭА, эти данные используются во всем мире – правительствами, учеными и исследователями, аналитиками и инвесторами, и другими сообществами. Собранные данные используют в различных целях для оценки надежности поставок, сравнения показателей разных стран, оценки эффективности политики, а главным образом – для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. В первую очередь, статистические данные по углю используются в справочнике МЭА по углю и соответствующих базах данных. Помимо этого, их используют для расчета энергетических балансов, выбросов СО2 и показателей энергоэффективности. Эти данные используются в МЭА для аналитической работы и подготовки прогнозов, а также для создания World Energy Outlook – обзора мировой энергетики, одной из основных публикаций МЭА. Наиболее часто применяемые статистические данные можно найти в брошюре под названием Key World Energy Statistics – «Ключевая мировая энергетическая статистика», которая выложена в общий доступ, а также в родственном мобильном приложении. Спасибо за внимание. Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающиеся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН «Международные рекомендации по энергетической статистике», в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики. Продолжение следует...